Би-Би-Си представляет Найо Марш Расследование Олейна Клуб Гассиэнда Патрик Меллахейт в роли старшего инспектора Олейна Живей, назад! Убирайтесь с дороги! Рука в перчатке Это частный паб! Вы не имеете права! Ворвались сюда, как стадо диких слонов! Белинда Ланг в роли Агаты Трой Уильям Симмонс в роли инспектора Фокса Это частный офис! Переножевые хранения за неделю, мистер Раскин Что вы делаете? Раздаёте их при входе? Инспектор Фокс, сэр! Что такое, Робинсон? Кое-что, что вам следует увидеть, сэр! Это... Картины, сэр! О, Господи! Режиссёр Мартин Фрэнд Шлайчи! Умный мальчик! Режиссёр Мартин Фрэнд Звёздэка! Режиссёр Мартин Фрэнд Субтитры сделал DimaTorzok Все в порядке, миссис Митчелл? В полном порядке, мистер Белт Доброе утро, мистер Перриот, сэр Доброе утро, Альфред Похоже, будет чудесный день Действительно, сэр, действительно Эти парни все еще там, в переулке, сэр Они не торопятся, должен сказать Берегись! Ванная свободна, если кому нужно Спасибо, Хэрральд О, сестра мистера Картелла придет к ланчу Помните, Альфред? Да, сэр О, боже Умер брат леди Бентлинг Автомобильная катастрофа В Аутбеке А, вы, конечно, напишите, сэр Конечно Бедная дезираем Это опасный мир, сэр Была холосенькая прогулочка У Лачи была холосенькая прогулюнечка У мамочки для тебя сегодня сюрприз Да, наша крошка приезжает Да, и с собой привозит друга Ну, разве это не славно? О, Денни бой Труба уже воззвала Да, мисс Картелл Хороший карри можно разбавить, как вы знаете До неимоверных размеров Я уверена, мисс Теперь я позову вам мистера Картелла Давай, Пикси, поднимайся Поднимайся к своему хозяину Ну, давай, давай наверх Это была мисс Картелл Интересовалась, справится ли кухня еще с двумя гостями к обеду О ком это она говорила О своей приемной племяннице Этой особи крошки И ее друге О, боже, мистер Перриот будет недоволен По секрету говоря, он не выносит эту молодую леди И я уверен, что мистер Картелл чувствует то же самое Это была моя сестра, миссис Митчелл Она интересовалась Да, смелись предположить, мы справимся, мистер Картелл Хорошо Тогда я скажу мистеру Перриоту Тогда живее, раз уж вы так торопитесь, живее Хоть вы меня убейте, не понимаю, что владело нашим мистером Перриотом Когда он предложил комнату в своем доме этому человеку Удалившийся отдел адвокат, возможно, джентльмен, бесспорно Но мы слишком долго жили сами по себе, чтобы выпускать жильцов С первым апреля, мистер Би Я подумал, что лучше всего вызвать вас сразу же, сэр Безусловно По-видимому, все до единой принадлежат мисс Трой Агата Трой Да Вы Николай Мэтлет Майн? Да Так-так, Пипи неожиданно повезло на секретарском фронте Извините Персифаль Пайк Перриот, ваш новый наниматель А я Эндрю Бэнклинг, везу вас с Чалфонт О, здравствуйте Простите, я... По телефону вы упомянули о караульной службе, я думала, вы будете в форме Вы родственник мистера Перриота? О, нет, нет Мой официальный опекун, ну, на самом деле мой занудный экс-отчим Хэральд Картел, живет в его доме О, господи Это Агата Трой Мы с ней дружим Она написала это к моему 21-летию Я читал статью об Агате Трои, в которой она говорит, что живопись для нее важнее самой жизни Думаете, это правда? Я хочу уйти из армии Собираетесь посвятить себя живописи? Откуда вы узнали, что я художник? Желтый кадмий под ногтем на вашем правом указательном пальце Вам следовало бы стать детективом Вот мы и приехали Не понимаю, зачем Пи-Пи вдруг понадобился секретарю? Ну, разве что вы будете печатать его письма с выражением соболезнований Его что? Он ими знаменит Пишет их всем и каждому Спасибо, Альфред Привет, сэр Ну, а я лучше пойду напрямик и покончу со своим делом Доброй охоты Если вы охотитесь Спасибо Доброй машинописи Семейство Пайк Перриот из Рибблторпа Персифаль Пайк Перриот пишется без дефиса Друзья называют меня Пи-Пи Мисс Мэйтленд Майн? Я совсем не настаиваю на Мэйтленд Но вы должны Вы должны Такая прекрасная старинная семья Эти вещи очень важны Все равно я предпочитаю просто Николя Ну, тогда Николя Это дом моего прадеда в Рибблторпе Увы, уничтожен пожаром О, как жаль В агентстве мне толком не объяснили, какая предполагается работа Ну, вообще-то я пытаюсь написать книгу Замечательно Ваши мемуары? Нет, нет, нет Кое-что немного более практическое Это книга по этикету Как ты узнал, что они не мои? По подписям То же положение Каждая идентична Твои в любом месте холста Совершенно поразительно Если бы меня попросили поклясться, что я этого не писала Я даже не уверена, что смогла бы Кто-то потрудился безукоризненно овладеть твоим стилем А затем дублируют подписи Как будто на печатном станке Это не имеет смысла Но почему я? Безусловно, было бы куда менее рискованно и куда более выгодно Подделывать работы покойного художника Мне это приходило в голову Вы не мой отец, вы даже не мой отчим У вас нет права не позволять мне пользоваться деньгами Я твой официальный опекун до твоего 25-летия Хотя бы посмотрите на цифры Мне не интересны цифры, Эндрю Твой отец не захотел бы, чтобы ты подал в отставку и на этом точка Письма с выражением соболезнований очень сложны Вы знаете, что брат Леди Бентлин скончался? Нет, нет, я не знала Мне тоже жаль Отвратительный человечешка Жаль, что обратился к нам О господи Небольшая неловкость, к сожалению У Эндрю один из его приступов гнева Не сомневаюсь, что вы часто видели их раньше Мы с ним встретились только этим утром, правда? О, когда он сказал, что знает нужную девушку, естественно, я подумал Эндрю сын той самой женщины, о которой мы говорили Дезире Леди Бентлин? Да, хотя по правде ей следовало бы называться миссис Бимбо Добс Значит, она снова вышла замуж дважды Один раз за Хэральда Картела, с которым я, к сожалению, делю этот дом А затем совсем недавно за Бимбо Добса Бентлин Картел, Бимбо Добс У неё мужья идут в алфавитном порядке Когда не знаешь, как же быть Ступай, коровам молоко их пить Это не подходит по размеру, Бимбо, дорогой Я не поэт, Дезире Спасибо, что пришла Я сообщу тебе, как только мы что-либо узнаем Это всё? Ты подтвердила, что они не твои Теперь оставь остальное нам Но я могла бы помочь, Трой Как только вы что-то обнаружите Очень рада познакомиться О, это приёмная племянница Конни, Мэри Роллстон Здравствуйте, привет Я называю её Крошка И что он сказал, дорогой? Он упёрся Жалкий, старый Его с места не сдвинешь А это друг Мэри Леонард Л-А-А-С Меня зовут Лайсом Ритмуется с вальсом Как поживаете? Очень хорошо, спасибо Леонард, я не прочь выпить Вот я как раз собирался предложить Всем как обычно Леонард нальёт мне Дядя Хау Он знает, чем я люблю подзаправиться Ну, если так надо Подзаправиться? Что это слово, Крошка? Какие слова нынче употребляют девушки? Честное слово А как говорили ваши времена, тётя Конна Хряпнуть? Мэри, это не самое лучшее замечание Конечно, нет Тебе следует поддерживать дисциплину, Конни Она слишком впечатлительная В этом проблема Чтобы образумить крошку, отстегай её немножко Ну и ну Хочешь попробовать? Собираюсь Позже О нет, я хочу сам убедиться Когда вы заканчиваете печатать? Четыре часа, думаю Я вернусь и заберу вас около четверти пятого, чтобы отвезти домой Можно? Ну и субъекта твоя племянница притащила с собой на этот раз, Хелл Она мне не племянница Если Конни и эта девица настаивают на этой игре, отлично Но мисс Ролстон не родственница моей сестры И уж совершенно определённо, она не родственница мне Хэрральд Эндрю говорит, что ты не позволяешь ему пользоваться его наследством Чтобы валять дурака с этой художественной галереей? Конечно нет Он не собирается валять дурака, он изучил этот вопрос очень тщательно Моё решение окончательное, Двизире Будущее моего сына Вот о чём мы сейчас говорим Упрямый, старый Мой бог, подумай только, что я была за тобой замужем Бимба, Эндрю, нам следует уходить, пусть эти люди едят свой ланч Кстати, Эндрю, у нас сегодня вечеринка, на которую ты остаёшься Не думаю, что смогу, мама, конечно сможешь Приводи... Николя, не так ли? Какая хорошая идея Вы придёте, правда? Ну, я... Да, с большим удовольствием А что за вечеринка? Охота за сокровищами Охота за сокровищами? Совершенно великолепна Почему бы вам с Леонардом так же не принять участие? Боже, леди Бентлин, это будет... Отлично, леди Бентлин Очень любезно с вашей стороны, что пригласили Обед подан, сэр Ну же, Сериал, Бог свидетель, старший инспектор, это не моя работа А я не думаю, что ты написал их, я пытаюсь найти, кто это сделал В таком случае вы пригласили меня сюда скорее как консультанта, а не с намерением подвергнуть аресту У тебя есть что-нибудь для меня? А не могли бы вы ссудить мне несколько генеи в качестве гонорара за консультацию? В качестве чего? Я сейчас немного поиздержался Как и доверие к тебе, Сериал Послушаем сначала, что ты скажешь Две недели назад, Юго де Монхрев попросил меня взглянуть на картину, которая к нему поступила Якобы автопортрет Агаты Трой И... она была хороша, очень хороша Юго сказал, что он не так сомневается в самой работе, как в типе, который пытается продать ее И что ты посоветовал? Чтобы он удостоверил ее подлинность прямо у самой Трой Есть такая польза от живых художников И он выставил картину Она продана На прошлой неделе Мистер де Монхрев, я знаю из авторитетного источника, что на прошлой неделе вы продали автопортрет Агаты Трой У меня есть основания считать, что это подделка Подделка? Я хотел бы знать, где вы ее купили и кто ее вам продал Старший инспектор Во-первых, Глеб Монхрев не имеет дело с подделками Во-вторых, личности наших покупателей и заказчиков не подлежат оглашению В-третьих, очевидно, что у вас нет ордера И в-четвертых, вам следует адресовать любые ваши вопросы моему адвокату Всего доброго Я так понимаю, что это нет, правильно? Извините, Пипи, у меня на уме кое-что другое, а не ваш проклятый портсигар Что ж, последние, у кого его видели, были этот парень Лайс и ваша крошка Она не моя крошка Альфред Когда вы убирали после ланча, вы не видели золотого портсигара на столике у окон? Нет, сэр Вы абсолютно уверены? Абсолютно, сэр Хотя я заметил, что кто-то открыл окна Ну вот вам Рабочие, которые прокладывают канализацию в переулке, должно быть взяли его Ерунда, я сам разговаривал с ними много раз Это совершенно порядочные работящие парни Что ж, прекрасно Возможно, Альфред пересмотрит свое заявление Право же, Хэл, ради бога Спасибо, Альфред, извините, что побеспокоил вас Спасибо, сэр Батит Он или я? Он или я? Шумите, мистер Белт Очень хорошо, если вы так уверены, я сейчас же пойду И если они не предъявят портсигар, я буду настаивать на том, чтобы им предъявили обвинение в уголовном преступлении Надеюсь, это вас удовлетворит Идем, девочка Он направляется к мисс Картел Тетя Кон на чем-то вроде собрания комитета по организации охоты за сокровищами, но она может вернуться в любую минуту Я хотел видеть вас Зачем, дядя Хэл? Пожалуйста, перестаньте называть меня так, я вам не дядя Прекрасно, мистер Картел Что вы сделали с портсигаром мистера Перриода? Прошу прощения Вы слышали меня? Вы и Лайс рассматривали его после ланча, что вы сделали с ним? Твоя очередь, куколка, я оставил воду О, пардон Я чему-то помешал? Пропал портсигар мистера Перриода Вы и... Мисс Роллстон Последние, кого вы видели с ним Станете ли вы отрицать, что положив портсигар на столик и открыв окна Вы позднее подошли к дому со стороны сада и украли его? Это очень серьезное заявление, мистер Картел Я считаю, это очень серьезный вопрос Если он не будет возвращен до завтра, я вызову полицию Уверен, вызовите Тише, тише, дорогая Кто впустил сюда эту проклятую дворняжку? Убирайся, убирайся Круди Кто привел сюда эту собаку? Малыш, что же заставило тебя привести это создание в дом? Извини, Кони, я не подумал Забери ее, забери ее Лай Вы звали мисс Картел? Давай, старушка, нам здесь не рады Успокойся, бедный малыш Хорошая девочка, хорошая девочка Прости, Констанс, я приношу извинения Если бы я сообразил, перестань, малыш Ты не умеешь обращаться с животными и не о чем больше говорить Ну-ка, что не так? Смотрю, ты опять в плохом настроении Налей нам выпить и скажи мне, в чем проблема Я не хочу пить, Кон, ну а я хочу О боже Что это за отвратительная дрянь? Мазь против нагнета от подпруги Для лошадей? Зачем ты хотел меня видеть, малыш? Пропал портсигар Пи-Пи Конечно, он не сказал тебе Ни один арт-дилер, находясь в здравом уме, не сказал бы полицейскому Позволить, чтобы узнали, что он имеет дело с подделками Такая реклама в один день не уничтожила бы его бизнес Что это была за галерея? Я не собираюсь тебе это говорить Это не случайное любопытство Рори На карту поставлена моя репутация Дело не в том, что кто-то просто скопировал мой стиль Дело в том, что они залезли мне в голову Они действительно так хороши? Мы их найдем Трой! Ты, ей-богу, должна оставить это мне Не понимаю, почему они оба обвиняют тебя в таких вещах, если у них нет никаких оснований? У Пи-Пи и дяди Хэлла грязные мысли, тетя Кон, это единственное основание Я не вынесу, если у тебя снова будут неприятности с полицией Тебе повезло, что в прошлый раз ты отделалась предупреждением Но этот Леонард крошка Я говорила тебе, что у него неблагополучное прошлое Я ведь не скрывала этого от тебя Но все, что ему нужно, это любовь и понимание И я могу ему это дать Я могу помочь ему добиться успеха Ты ведь не хочешь разрушить мое счастье, тетя Кон, заставив меня прекратить с ним встречаться Я одна на целом свете Ну... Не плачь Ты же знаешь, как это меня расстраивает Моя маленькая крошка Не плачь Живей, красотка К тому времени, когда мы приедем, вечеринка закончится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Доброе утро, мадам Доброе утро, Альфред Спасибо Моя дорогая, что я могу сказать? Только то, что вы потеряли преданного брата, а я очень близкого друга. Альфред, что случилось? Случилось, мисс? Мой брат, он... Мистер Картелл еще не вставал, мисс. Он сегодня позже, чем обычно. Вы хотите поговорить с ним? Кони, доброе утро. Спасибо, Альфред. Пи-пи, ради бога, что все это значит? Ваше письмо. Вы с ума сошли? Что же вы хотите сказать? Мне нехорошо. Вам плохо? Может, вам что-нибудь принести? Стакан воды? Могу я поговорить с вами, сэр? Что такое Альфред? Простите меня, Кони. Я вернусь через минуту. Что, черт побери, происходит? Почему вы так на меня смотрите? Это мистер Картелл, сэр. Я... Говоря напрямик, сэр. Они нашли его в канаве. Мертвым. Мистер Хэррол Картелл, сэр. Рабочие нашли его на дне канавы. Лежал в грязи, лицом вниз, а сверху канализационная труба. Череп раздроблен, сэр. Они думали, что он, возможно, жив, когда вытаскивали его, но... Хорошо, давайте взглянем. Мы были... Ага, пару слов. На той стороне канавы есть вмятина, что означает, что дощатые мостки были сдвинуты таким образом, чтобы они упали, когда кто-то ступит на них. Фитили у обоих этих фонарей были полностью закручены. И есть еще две ямки. Здесь, здесь. Что, если это использовали, чтобы сбросить трубу в канаву? Именно так. Нет шанса, что это был несчастный случай, сэр. Что ж, не хочу слышать чуток о том, что его дело труба. Никаких признаков собаки. Собаки, сэр? След на правой руке жертвы. Это затянулся кожаный поводок. Везде отпечатки лам. Просыпайтесь, Робинсон. Возможно, это Пикси, сэр. По общему мнению, самая отвратительная из дворняк. Похоже, он всегда выводил ее на прогулку в час ночи, точно как часы. Он жил здесь? Да, точно. Елел дом с владельцем, мистером Персифалем Пайком Перриудом, сэр. Слушайте, отправьте полицейских снимать показания, а вы попытайтесь найти, где можно устроить наш оперативный пункт с помещением для Билли и парней из команды экспертов, сэр. Пейли, сэр. Что здесь происходило? Высокие каблуки, башмаки, рабочая обувь. Найти здесь следы будет так же трудно, как в виноградном прессе. Мистер Олейн. Похоже, что здесь стояла машина с протекающим радиатором. Ищи там, где хранятся шины, в доме женатого мужчины. Для меня это ничего не значит. Играли в охоту за сокровищами. Это поможет вычислить следы ног. Ищи там, где хранятся шины. В гараж? В доме женатого мужчины. Я хотела поблагодарить твою мать за то, что предоставила мне комнату на ночь. Она никогда не встает раньше полудня. В чем дело? Ни в чем, а что? Ну, ты уставилась на меня, извини. Я просто подумала... Можно проснуться утром и быть абсолютно уверенной, как будет продолжаться жизнь. А одна случайная встреча внезапно все полностью меняет. Я иду. Привет, сериал. Хочешь заработать 5 фунтов? Мистер Период в своем кабинете, сэр. А вы? Альфред, сэр. Альфред. Собака мистера Картелла, Пикси. Вы видели ее? Она вернулась этим утром, сэр, с волочащимся за ней поводком. Я запер ее в дровяном сарае. А поводок? Я принесу его вам, сэр. Инспектор Фокс пойдет с вами, если не возражаете. Как хотите, сэр. Хорошо, сэр. Я отправился в постель, как только вернулся домой, но в течение некоторого времени я не мог заснуть. Эти охотники за сокровищами в переулке не давали мне спать до полуночи. Затем вы заснули. Вы проснулись снова? В час ночи, когда он выводил Пикси на улицу. Она, как обычно, устроила шум, лаяла и выла. Боюсь, я проклинал ее. Затем она прекратила. Вам удалось снова заснуть? Да, да, удалось. Был еще какой-то шум за окном? Нет. У мистера Картелла были враги, о которых бы вы знали. Ну, нужно было немало потрудиться, чтобы полюбить его, но кто-то, кому он, возможно, причинил вред? Конечно, нет. Из-за всех этих расстройств Альфред забыл наполнить мою коробку. Это так утомительно. Я куда-то задевал свой прекрасный портсигар. О, большое спасибо. Это он, сэр. Спасибо, Альфред. Вы очень помогли. А, ячменные лепешки. Очень славно. Любимый мистер Периода. Вы оба уже долгое время вместе с мистером Периодом. Я 10 лет. Мистер Белт всю свою жизнь. Скорее всего, я доживу свою жизнь здесь. Теперь. О. Раньше у вас были в этом сомнения? Так случилось, что из-за определенных разногласий между мистером Картелом и мной, я только вчера объявил мистеру Периоду о своем уходе. Даже не спрашиваю. Он, конечно, был чрезвычайно расстроен тем, что теряет вас. Он был просто убит. Я подумал, что он намеревался немедленно прерывать аренду мистера Картелла. Естественно, с годами у нас образовалась определенная взаимная привязанность. Естественно. Что за разногласия были у вас с мистером Картеллом? Он, вероятно, хватался правой рукой, пока падал и... Плюх. Эй, что это? Вы не думаете, что смерть Хэральда была несчастным случаем? Я думаю, ему подстроили ловушку. Ловушку? О, боже. Доски, положенные над канавой, были повреждены? Да. Понятно. Но не могло все это быть просто шуткой. То есть, есть ли такая возможность? Во время охоты за сокровищами кто-то прошел и сдвинул доски, а Хэральд упал и лежал там без сознания. Затем кто-то еще прошел и по неосторожности сдвинул канализационную трубу. Сдвинуть одну из этих канализационных труб едва ли можно по неосторожности. А, умышленно, но в шутку. Глупая шутка, но все равно в шутку, не зная, что он там лежит. Старший инспектор. Кое-что, на что вы, возможно, захотите взглянуть. Извините. Мистер Пайк Перриот. Это случайно не тот портсигар, который вы потеряли? Где вы в Канаве? Рядом с тем местом, где было найдено тело мистера Хэральда Картола. О, Господи. Вайс? Кто? Ну, мой дорогой Хэральд, кажется, ваша вонючая собака и около полудюжины ее поклонников произвели опустошение цветников у дома священника. К счастью, этому глупцу, преподобному Элмсу, удалось выставить их оттуда, но он очень расстроен всей этой историей. О, малыш, ты никогда не умел обращаться с собаками. Почему бы тебе не отделаться от этой жуткой дворняги? Из свиного уха шелковый кошелек не сошьешь. Полностью согласен. Именно это, кажется, я часто говорил тебе. Моя благодарность повару, отличная жратва, Пеппи. О, только не Пеппи, пожалуйста, Пи-Пи. Можно курить? Ну, поскольку вы наш гость, едва ли мы можем отказать. Черт, оставил свою в машине, передай, красотка. Боюсь, это турецкие, но, пожалуйста, попробуйте, если хотите. Спасибо большое. Турецкие для разнообразия. Славный портсигар. Дай посмотреть. На самом деле, это коробочка для карт 18 века, оставленная мне старым другом, Лиди Чарлвуд. 18 век? Ну, надо же. Все еще можно увидеть надпись, если вы поднесете его к свету. Если ты хочешь сказать то, что я думаю, ты хочешь сказать, я не против. Все не так, как кажется. Я не против. А вот и ваш викарий. Похоже, немного разозлен, должен вам сказать. О, на самом деле, это уже слишком. Я приму меры, Пеппи. Просто скажите, что у вашей сучки течка, и она ничего не может с собой поделать. А, красотка? Кони, следовало бы выгнать этого парня сразу же. Мистер Картелл тоже так думал, полагаю? Да, да, безусловно. О, простите, входная дверь была... Рори? Он ведь художник? Вы увидели Кадмий, желтый Кадмий. Ладно. Итак, что лейтенант Бентлинг делал здесь вчера? Встречался с мистером Картеллом. По делу? Николя. Да, он лучше сам вам скажет. Хорошо. Когда вы с ним вернулись в прошлом вечером? Вскоре после часа ночи. Я думал, все должны были вернуться до полуночи. Мы с Эндрю не принимали участие в охоте за сокровищами. Мы немного покатались, затем припарковались в переулке. Это не то, о чем вы подумали. Если я вступлю во владение галереей Грэнтом, там сзади есть студия, где я мог бы писать и в то же время вести дела галереи. Ты встречался с мистером Картеллом по этому поводу? Да. Я хочу писать больше всего на свете. И покупка Грэнтом лучшая дорога к этому. Или могла бы быть, если бы не этот напыщенный обыватель. Уверен, у Агаты Трой никогда не было таких проблем. Спокойной ночи. И большое спасибо за чудесный обед. Я всегда наслаждаюсь нашими беседами. Но тише, что за свет в окне? Не мелькнул. О, господи. Дезире, что ты там делаешь? Я очень зла, Хэрролд. Тебе следовало бы уже знать, что не надо мне перечить. Иди спать. Ты пьяна и несешь ерунду. Тебе бы лучше постеречься. Ты... Но, слушайте, не стоит обращать никакого внимания на мою мать. Но она, скорее всего, была немного пьяна. Ей нравилось изводить Хэрролда. Она всегда так делает. Но она была недовольна им. Ну, была зла. Мы оба были. Таким образом, вы точно не переполнены горем. Вам будет сложно найти того, кто переполнен. Лейтенант Бентлинг. Кто-то подстроил ловушку вашему отчиму. А когда он в буквальном смысле слова попался в нее, кто-то опустил на него сверху 400-килограммовую канализационную трубу. Она раздробила ему череп и вдавила его лицом в грязь. Рори. Итак, у вас обоих есть еще что-то, что вы можете сказать мне? Лейтенант Бентлинг. Лейтенант Бентлинг. Мошенничество. С позором уволен из армии. По подельным документам получил работу шофера. Любит вертеться среди людей выше его по положению. Выше его по положению? Сами знаете, сэр. Среди вашего круга. А, честное слово, братец. Доброе утро. Простите, но когда вы в последний раз видели своего брата? Прошлым вечером Он гулял с Пикси, привел ее в дом, как дурак Конечно, лай впал в стенку и укусил меня Они очень нервозные животные, пикинессы Бедный ребенок все еще расстроен, правда, малыш? Да Это мазь против нагнета от подпруги Немного пахнет, зато хорошо помогает Мисс Картов, вчера мистер Пайк вперед давал обед О чем вы говорили? О чем Пи-Пи всегда говорит, как не о происхождении и воспитании Конечно, я знаю, что война сломала все классовые барьеры И я рад этому, как любой другой Я думаю, есть нечто краеугольное в хорошем воспитании В жизни многим вещам можно научиться, но не хорошему воспитанию А я думаю, когда люди поднимают шумиху вокруг фамильного происхождения и всего такого Они сами несколько страдают от недостатка воспитания Замены хорошему воспитанию нет Необходимые 600 лет, чтобы создать английский газон и английского джентльмена Я слышал, что тот же результат можно получить в мгновение ока Кстати, я знаю человека, который подделал собственное имя в приходской метрической книге, чтобы улучшить свою родословную Надо же такое придумать! Это принесло деньги? Как его разоблачили? Не разоблачили По крайней мере Не публично Был какой-то разговор о портсигаре, который позднее пропал Разве? Я не обратила внимания Я знаю, что у Пи-Пи был портсигар, но он такой старый недоумок, что, наверное, сам его потерял Он предположил, что мисс Ролстон и мистер Лайс могут иметь какое-то отношение к его исчезновению Вам не следует обращать никакого внимания на то, что Пи-Пи говорит о них Он не общается с молодежью Он требует, чтобы они вели себя как люди его поколения Все эти чванливые хвостунишки От мистера Перриода Его слуга Альфред оставил это Прекрасно, Труди, спасибо Оставь там Вы не хотите взглянуть на него? Пожалуйста Моя дорогая, что я могу сказать? Только то, что вы потеряли преданного брата, а я очень близкого друга Что такое? Я прекрасно понимаю какое-то для вас потрясение И как мужественно вы приняли его Мисс Картел Он должно быть сошел с ума С ума Могу я посмотреть? Кажется, это совершенно обычное письмо с выражением соболезнований Почему вы сказали, что он должно быть сошел с ума? Потому что это происходит снова Он уже писал это раньше В точности то же самое Когда? Этим утром? Перед завтраком? До того, как я узнала? До того, как кто-либо узнал? До того, как его нашли? Убедитесь сами До того, как его нашли Две тысячи фунтов, сэр Две тысячи? Вот так-так Моя жена Баня с ума сходит по искусству, но... Конечно, если я появлюсь на пороге с этим, ей придется впустить меня, не так ли? Вы можете организовать перевозку картины в Штаты? О, ну конечно, я буду просто счастлив это сделать Хорошо, хорошо Трой! Привет, Хьюго Что ты здесь делаешь? Хотела бы немного осмотреться Ты ведь не возражаешь? Конечно, нет Не стесняйся Что ты замышляешь? Замышляю? Замышляешь насчет четырех тысяч фунтов за Дега Что ж Это великолепно Прекрасно, как картинка, не так ли? Думаете купить? Да Есть причины, по которым мне не следует? О, абсолютно никаких Это очень почтенная галерея Я вполне уверена, что мистер Де Монкрифт не скупится на расходы, проверяя подлинность картин Он очень осмотрителен в этом плане Рад и заслышать Конечно же, так и следует быть с Коро, поскольку есть так много подделок его работ На самом-то деле, я слышала, что говорят, что из 700 подлинных работ, написанных Коро за всю его жизнь, только в Америке находятся 50 тысяч Правда? Но так и обстоит дело Как говорил ваш любимый великий мистификатор Барнум, каждую минуту появляется новый О, Господи Надеюсь, я не отпугнула его Ты пытаешься разорить меня, Трой? Зависит от обстоятельств, Хьюго Это была операция с наличными Я доставил деньги по этому адресу в Бермонтси Спасибо Трой Тебе следует быть осторожной Ты становишься слишком уж сообразительной Ради твоего же блага Вы не воздражаете, если мы возьмем это? Нет, конечно нет Спасибо Умный мальчик Я иду Извините, я должна за этим присмотреть В сад, малыш Уходи оттуда Гадкий мальчишка Мистер Лайс? А вы еще кто такой? Извините, что прерываю ваш сладкий сон Детектив-старший инспектор Олейн Скотланд-Ярд Скотланд-Ярд? Я бы хотел задать вам несколько вопросов О портсигаре мистера Перриода Так он подключил свои связи Отдаю ему должное Подключил старшего бога моего инспектора К расследованию пропажи безделушки Что вы сделали с портсигаром? Я сказал Картелу Мы оставили его на столике Слушайте, можете обыскать комнату Или меня Или мою машину Или мою девушку У нас его нет Портсигар нашли Ну, вот видите Нашли где? Именно там, где вы его бросили, я полагаю В раскопанной канаве В нескольких дюймах от тела мистера Картела Леонард, у нас неприятности Старик Картел, без всяких признаков жизни, лежит в фанализационной канаве О чем вы говорите? Тело Картела? Мисс Роллстон Что вы хотите сказать? Тело Картела? Возможно, вы сможете сказать мне, что вы с мистером Лайсом сделали с портсигаром мистера Перриода? Нет, она не сможет, потому что мы ничего не делали У нас его никогда не было Мы понятия о нем не имеем Минуту назад вы сказали, что я могу обыскать эту комнату Вы все еще придерживаетесь того же мнения? Как я и сказал, мне нечего скрывать Хорошо Вы вчера курили сигареты мистера Пайка Перриода? Только одну Эта турецкая дрянь не произвела на меня впечатления Нет? Мисс Роллстон, то же самое Клуб Гассиэнда Гляди, мордашка Он собирается стать твоим коммердинером Я заберу эти вещи ненадолго Это неудобно Будет ли удобнее, если я буду сидеть здесь и ждать ордера? Прекрасно Берите эти чертовы вещи Спасибо С вами я бы тоже хотел поговорить, мисс Роллстон Что я могу для вас сделать, старший инспектор? Для начала, уберите эту умылку со своего лица, инспектор Я бы хотел, чтобы вы были свидетелем того, что я собираюсь сказать, мисс Роллстон Добрый день, мисс Роллстон Пожалуйста, поймите, мы с инспектором Фоксом расследуем убийство Убийство? Тетя Кон сказала, это был несчастный случай Я думаю, мы можем доказать, что прошлым вечером пропавший портсигар был у него или у вас Этим утром его обнаружили рядом с телом мистера Картела Я не знаю, что вы хотите сказать Я ничего не знаю Так, мисс, если вы украли портсигар и выбросили его в канаву прошлой ночью Вам лучше сказать нам об этом сейчас Вы пытаетесь поймать меня в ловушку Вы знаете, что происходит с людьми, которые утаивают улики в деле об убийстве Это не то, о чем вы думаете Вы все не так поняли Была прекрасная ночь для охоты за сокровищами Мистер Лайс, не будете ли вы так любезны удалиться отсюда Молодой Лиди, нечего вам сказать о Лейн Вы ищете улики? Вот вам Когда не знаешь, как же быть, в сортир не забывай сходить Идем Передадите это Бейли для исследования Хорошо, сэр Вручаюсь в кармане пальто и есть следы турецкого табака Что больше всего огорчает, так это видеть, что молодая Лиди сбита с пути истинного подобным образом Зловонний плевел лилии гнивеньем Не уверен, что эта Лилия не была плевелом с самого начала и не начала сразу же гнить, сэр Я собрал достаточно турецкого табака из кармана пальто, чтобы удовлетворить слепых присяжных темной ночью Что насчет перчаток? Они грязные, но никаких досок он в них не поднимал У вас еще один есть? Извините, это последний Мистер Пайк Перриот Как случилось, что вы написали два одинаковых письма мисс Картелл с выражением соболезнований Первое из которых было отослано до того, как тело ее брата обнаружили Что? Но я не писал Это ваш почерк? Должно быть какая-то глупая ошибка Ну, должно быть кто? Альфред должно быть Должно быть что? Предугадал, что потребуется письмо с выражением соболезнований? Подделал ваш почерк? Послал леди письмо до того, как кто-либо узнал, что она потеряла родственника? Нет никакой необходимости шутить, старший инспектор Трудно с вами не согласиться Это чрезвычайно серьезный вопрос Вы не понимаете Я не понимаю, как мисс Картелл получила письмо, касающееся ее брата, до того, как кто-либо узнал, что он умер Ну, у меня были основания, чтобы написать Кони О чем? О кое-чем другом Совершенно другом и очень личном Письма, должно быть, были положены в неправильные конверты Что ж, это все же не объясняет, как письмо вообще могло быть написано Разве только вы знали кого-то еще, кто недавно потерял брата? Ну, я узнал вчера И написали? И письма были одинаковыми? В конце концов, почему нет? То есть, нельзя же беспрестанно придумывать слова утешения Как зовут эту вторую лишившуюся брата сестру? Ту, которой это очень личное письмо было по ошибке послано Вы извините меня, но я предпочел бы не отвечать Вы, похоже, происходите из очень знатной семьи Монморанси Персифаль Фрэнсис Эн Патриса умерла в младенчестве Близнецы Вы близнец? Да Бимбо Бенедикт Артур Дотс Предстал перед судом два года назад В связи с участием в финансировании Подождите-ка, сэр Клуба Хэссиэнде Объявлен банкротом, судимости нет Вереница финансовых катастроф и деловых неудач Он в более стесненных обстоятельствах, чем селедки в бочке Правда? Вам лучше бы пообедать и затем посмотреть Не удастся ли выведать побольше у миссис Митчелла и мистера Белта Я могу сделать это одновременно, сэр Мистер Белт и миссис Митчелл предложили мне заглянуть к ним перекусить А изловом Что ж А я немного поспешу И посещу дом женатого мужчины Рори, я так и не разобралась Кто, ты или твой брат собирался стать полицейским? Дезире Это на самом деле было так давно? Харрис, вы не принесете инспектору ланч? Он выглядит голодным Пожалуйста, не беспокойся Никакого беспокойства Ты слишком тощий Добавим немного плоти на эти кости Дезире Ты случайно не получала этим утром письмо от мистера Пайка Перриода? Бедняжка должно быть тронулся Почему? Моя дорогая, я не могу отделаться от чувства, что вы могли прийти к неверным заключениям из-за того, как вчера обернулся разговор Это уж через чур, что приходится защищать собственную родословную Но я могу заверить вас, что моя уходит в прошлое так далеко, насколько я или кто-либо еще мог бы только пожелать О чем же это он говорит? У нас не было никакого разговора Дезире, ты не теряла кого-то близкого недавно? Да, мой брат умер два дня назад Я понимаю Пи-Пи перепутал письма, так? Могу я взять его? Могу я спросить, зачем? Ты можешь, но я не отвечу Мне когда-нибудь удастся соблазнить тебя? Нет Мистер Пайк Перриод обидал здесь прошлым вечером во время охоты за сокровищами Да Он был сердит? Расстроен? Каждое утро стучит в мою дверь и кричит Ванная свободна, если кому нужно И эта собака, Дезире, эта собака прикончит меня Запах, шум, беспорядок Каждую ночь, когда он выводит ее на прогулку, едва только она оказывается под моим окном, как начинает лаять и будит меня Иногда я мог бы... Я почти верю, что он подначивает ее на это Просто чтобы раздражать меня, чтобы привести меня... Ну, я не знаю куда Я считаю, что с Харальдом ужасно жить вместе, Пи-Пи И не вижу причины, чтобы у вас это получилось лучше Если бы только его раздражающие привычки, я бы свыкся с ними Но... Да Еще что-то, не так ли? Он еще что-то сделал Помимо обычных огорчений Что-то, что действительно расстроило вас Ну, это просто то, что он сказал О, нет, ерунда Я бы предпочел не говорить об этом, если не возражаете И ты отвезла его домой? Да Пьяная После того, как ты его высадила, ты разговаривала с мистером Харальдом Карделом О наследстве твоего сына Да Почему Кардел был настроен против идеи Эндрю насчет галереи? Он считал, что Эндрю не следует уходить в отставку со службы Пи-Пи тоже его опекун, что он думает? О, я справлюсь, Пи-Пи Бимбо думает, что галерея отличный вариант У него нюх на такие вещи Более того, он собирается сам вложить деньги в галерею Правда? Он больше не платежеспособный, банкрот, значит Я очень вам обязан Все пропало бы даром, мистер Фокс Последние события Совсем отвратили мистера Белта и мистера Пеллиуда от пищи Не могу представить себе худшей участи Итак, вы были в постели прошлой ночью, когда произошло убийство, Альфред? Конечно, я быстро заснул Ничто вас не побеспокоило около часа ночи? Ну, моя комната с другой стороны дома Простите, инспектор Веселится то, что им надо Я сторонник смертной казни Все это пустая большевистская болтовня о том, что надо понимать бандитов Кто-то должен принять эстафету Дорогой, не садись на своего любимого конька Ты что-то хотел сказать инспектору о том, кто убил Хэлла О, да Ну Это может совершенно не иметь отношения Это об этом парне Лайси и девушке Крошке? Они торчали здесь до самого конца вечеринки Спасибо, что пришли Пока, дружище И это обезвредит мистера Хэлла Декартелла навсегда Когда, как думаешь, они его найдут? Утром, наверное Не беспокойся, мы в безопасности После этого они очень быстро снялись с места Когда вы вернулись сюда после охоты за сокровищами? Это было до полуночи, потому что я должен был проверить, все ли готово для гостей, которые должны были вернуться И вы не покидали дом после этого? Нет Это телефон Вы все еще член клуба Гассиэнда? Какое, черт возьми, отношение это имеет к произошедшему? Ну, мне интересно, может вы сталкивались там с Леонардом Лайсом? Я никогда не видел этого мелкого... Мистера Лайса до вчерашнего дня Я ногой не ступал в клуб Гассиэнда уже почти два года Очень разумно Дезире? Кажется, я сделала ложный шаг, показав тебе это смешное письмо от Пи-Пи Он только что звонил в ужасной тревоге, просил меня бросить его в огонь и забыть о нем Ты не сказала ему, что я его видел? Нет Но я чувствую себя предательницей Он хорош, не правда ли? Страшно хорош А дорогой Рури, оптимистичный, как всегда, совершенно уверен, что они собираются устранить меня с минуты на минуту, чтобы увеличить стоимость моих работ Рури знает, чем ты занимаешься? Слава богу, нет Он сказал мне держаться от этого подальше Что, конечно, имело совершенно противоположный эффект Как красная тряпка для быка Он скажет, что я упертая и упрямая, как осел, я знаю, но это не так Почему-то, делая то, что он сказал, я как будто покоряюсь его воле Полагаю, я боюсь потерять свою независимость Меня пугает, что мы становимся парой Становимся нами, а не им и мной Не знаю, всегда такая проблема, когда влюбляешься Возможно, я просто слишком эгоистична Но ничего не могу поделать Если я закрываю глаза и думаю, пара, я представляю себя тени толкая Какого конца ты? Ты будешь осторожный, Трой Хотела бы я, чтобы все прекратили это говорить Мне это надоело Я слишком сердито, чтобы быть осторожной Приходская церковь Святого Криспина, Рибблторп Субтитры создавал DimaTorzok Довольно странное поведение, сэр Был сначала просто Персефальным периодом А затем зашел слишком далеко, притворяясь тем, кем не был на самом деле Мания величия Патологическая чувствительность к классовым различиям Он чокнутый Полагаю, у него достаточно денег, чтобы общаться с... Моим кругом Он вращается в аристократических кругах И начинает чувствовать себя там почти как дома Но чего-то не хватает Происхождения, воспитания А затем однажды кто-то спрашивает его Вы случайный неродственник Пайка в периодах из Рибблторпа? Он проводит изыскания насчет Пайка в периодах из Рибблторпа И обнаруживает, что все они умерли Поэтому он подправляет приходскую метрическую книгу И прибавляет Пайк к своей фамилии Проходят годы К настоящему времени он убедил себя, что он тот, за кого себя его дает И счастливо устроился в своей собственной сказке Пока Хэральд Картелл не разлюхал кое-что в церкви И не допустил неуместное замечание вчера за обедом Такое изложение, сэр, почти заставляет меня пожалеть Старого глупого... Сноба? Это может быть очень весомым мотивом для убийства Уроки французского, второй этаж со двора Вам нужен Леонард Лайс? Я дам вам Леонарда Лайса Можете взять его, он весь ваш Мисс Бич, я просто искала его Забирайте его целиком Забирайте его одежду Берите все, пожалуйста Вы делаете мне одолжение Вот, берите его граммофонные пластинки Я не против Это его любимое Кем он вообще себя возомнил? Привел сюда эту потаскушку Мэри Ролстон Вышагивала тут павой Сказала мне, что она его кузина из Чауфонда Он за дуру меня принимает? Можете отдать ему это с моими наилучшими пожеланиями Вот, можете забрать этот хлам Передайте это лживой крысе Скажите ему Если он еще когда-нибудь покажет здесь свою долбанную физиономию Я глаза ему выцерпаю Мэри Ролстон Чалфонд, дом 14 Спасибо, мисс Битч Три волоса принадлежат покойному Доска ударила его по голове, несомненно И... вот это Вы увидите совершенно ясно Доски грязные в тех местах, где они были вкопаны в откосы канавы Но по краям, примерно в 9 дюймах Это... Перчатки? К счастью, нижняя сторона доски неровная Итак Если бы мы смогли найти кусочек кожи размером с игольное ушко Мы бы продвинулись Ну, может, это пустяк, но... Что ж, это не замша, не так ли? Больше похоже на толстую кожу Сдаюсь Нитка? Грубая кожа и нитки, сэр? Зоркий глаз, мистер Олейн, зоркий глаз Лестью вы ничего не добьетесь, Бейли Один из ваших полицейских принес пальто, лень и костюм, но нет его перчаток Это странно Я лично видел этот пакет Кожа кремового цвета, седьмой размер Нет, его автомобильные перчатки Кожаные водительские перчатки Я не могу задерживаться Ленни думает, что я повезла машину в автомастерскую У нее появилась течь из системы охлаждения Да что вы На нем были эти водительские перчатки прошлой ночью? Он надел другие, он привередлив в отношении перчаток Теперь, думаю, он устроит мне разнос Почему мистер Лайс должен быть недоволен вами, мисс Ролстон? Потому что я относила одежду в дом, когда он вчера приехал к тете Кон Вы помните, где их положили? Наверное, в холле, я всегда так делаю Пальто мистера Лайса было в его шкафу этим утром Ну, думаю, это Труди повесила его туда На нем было пальто прошлой ночью во время охоты за сокровищами Что если было? У вас не была какая-то причина, чтобы зайти в дом мистера Перриода прошлой ночью? Это каверза Вы нашли их и теперь прицепились к ним Я понимаю, что вы делаете Просто ответьте на вопрос, мисс Ролстон Нет, не отвечу Вы пытаетесь подставить нас Девушка с тяжелым характером Им придется избавиться от перчаток Или попытаться Если, конечно, она действительно их не потеряла А он до сих пор боится, что мы найдем их Мисс Ролстон Стоит Мисс Ролстон Что ж, если Эпи-Пи даст добро, я смогу воспользоваться наследством и купить галерею Грэнта. Ты думаешь, он даст добро? О да, с ним нет проблем. Это Хелл был сволочью. И еще один портрет моей матери, она с волосами огненного цвета. Я вполне уверена, что Фрейд нашел бы что сказать обо всех этих портретах твоей матери, Фрейда я тоже написал. Я думаю, он… Я использовал фотографию из его книги о сновидениях, не ходи туда, не смущайся. Что это? Это… Ну, просто дурачился, правда. Это… Это Трой. Ты… Что происходит, Эндрю? Это… Дань уважения. Я и не мечтал продать их. Я просто давал их людям неподписанными. Что ж, кто-то подписывает их и продает. Полиция нашла шесть из них два дня назад в ночном клубе. Трой в ярости. Это крошка. Я дал ей натюрморт несколько месяцев тому назад, просто в шутку. Она пришла от него в восторг, попросила еще. Сказала, что хочет повесить их у себя в квартире. Ну, а здесь они просто место занимали. Ты одержим, Трой, не так ли? Скажи мне, что это не ты устроил все это. Мою работу на мистера Периода, нашу встречу, как способ стать ближе к ней. Скажи мне, что все это неправда. Скажи мне! Если бы мы только могли найти эти проклятые перчатки. Давайте пройдемся по этому снова. Леди Бентлинг была в переулке в 23.15. Лайс и мисс Ролстон в 23.30. Эндрю Бентлинг и Николя с 23.00 почти до часа ночи. Да, но кто-то должен был быть там после часа, чтобы скинуть трубу в канаву. Ну, по моему мнению, это были Лайс и мисс Ролстон. Они сдвинули мостки во время охоты за сокровищами, а позднее вернулись. Кабинет детектива старшего инспектора Олейна. О, да. Соедините с ним, пожалуйста. Мистер Персифаль Пайк Перриот. Алло? Старший инспектор, вы будете считать меня ужасным старым бездельником, я знаю, но я чувствую, что есть кое-что, что я действительно должен сказать вам насчет прошлой ночи. Мистер Перриот. Мистер Перриот. Нам нужна машина. Добрый вечер, мистер Бентлин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мисс Картел? Да. Меня зовут Агата Трой. Могу я войти? Да, конечно. Крошка, большая ваша почитательница. Я немного знаю о живописи, но говорят, что вы то, что надо. Вы очень добры. По правде сказать, она преподнесла мне это в подарок. Именно поэтому я здесь, мисс Картел. Боюсь, что эта картина и несколько других, с которыми Мэри и мистер Лайс и Меллидела, являются подделками. Мисс Картел, Мэри — своенравная девушка, временами упрямая, даже озорная. Но сама мысль, что она способна на махинации, является... ...вздором. Чистейшим вздором. Умный мальчик. Вас послал Эндрю? Эндрю? Вы все заодно устраиваете мне розыгрыши. И Крошка тоже. Боюсь, это не розыгрыш. В дело вовлечена полиция. Мисс Крой, это злобная, злобная ложь. Я знаю Мэри лучше, чем кто-либо другой. И говорю вам, она не способна на такие вещи. Что ж, возможно, кто-то, с кем она решилась сблизиться. Она так одинока на этом свете. Это делает ее беззащитной. Она слишком откровенна с людьми. Легко доверяет людям, понимаете ли. Но подделывать картины, моя Крошка, она бы даже не знала, с чего начать. Я на самом деле не думаю, что она или мистер Лайс подделывали картины, мисс Картел. Конечно, нет. Я приготовлю чай. Садитесь. Эта песня должна сказать Олейну. Какая песня? Какая песня, мистер Перриот? Снова и снова. Свистеть за обедом. Очень дурная манера. Не могу выбросить ее из головы. Так глупо. Я не против. Снова и снова. Понял, что это он в ту минуту, когда ее услышал. Если ты думаешь, что я хочу сказать... Это Леонард Лайс высвистывал эту песню. Надо поговорить с Олейном. Я здесь, мистер Перриот. Сказать ему, что прошлой ночью в переулке высвистывал этот мотив. Я не против. Это Леонард Лайс высвистывал этот мотив за обедом, а затем позднее ночью в переулке. Так вульгарно. Вы можете припомнить время? Мистер Перриот, очень важно, чтобы я узнал, когда Леонард Лайс был в переулке. После собаки. Позднее. После часа ночи разбудил меня снова. Я услышал свист. Узнаю эту помаду за 100 ярдов. Крошка Мэри Роллстон. И два окурка Кэпстон. Лайс, по виду красавчик, по натуре гнида. Извините меня. Альфред, вы случайно не относили какие-нибудь записки сегодня, на другую сторону лужайки, например? Да, сэр. Мисс Картел. Для мисс Картел? Нет, сэр. Для мисс Роллстон и мистера Лайса. Задержать их, сэр. Боюсь, это будет непросто. Так, мистер Пайк Перриот слышал, как Лайс свистел здесь прошлой ночью. Я не против. Но это было после часа ночи, когда они брали воду для своего радиатора. Мистер Олейн. Здесь две группы следов от лап. Так, эти здесь принадлежат Пикси, считаю так, сэр. Похоже на те, что мы нашли у канализационной канавы. Но эти маленькие здесь... Пикинесс. Мисс Трой, я часто подумываю заказать портрет Мэри. Сколько это будет... Кажется, вы потеряли перчатку. Почему вы решили, что это моя? Простите, здесь... Пятно крови на большом пальце. Мисс Крошка, не невинный ангелочек, как тебе нравится думать, Констанс. Ты обманываешься в ней. Галиматья. Это так. Ну вот, что я тебе скажу. Если у тебя есть над ней какая-то власть, тебе лучше использовать ее. Потому что если этот портсигар не будет возвращен завтра, я обращаюсь в полицию и выдвигаю обвинения против них обоих. Спасибо. Почти нет сахара. Позорное грабание. Позорное грабание. Позорное грам Championship. Я не думаю, что добродетели Леонардо имеют к вам хоть какое-то отношение, в этом-то и проблема. Они не видят ничего дальше своих аристократических носов. Фортсигар? Вы позвали нас сюда, чтобы поговорить об этом? Минуточку. На что это вы намекаете, мистер Пайк Перриот? Что мы делали прошлой ночью, абсолютно не ваше дело. Вы высвистывали ту же самую мелодию, которую вы высвистывали за обедом. Я слышал ее совершенно ясно. Поэтому не отрицайте, что были в переулке, если только не дадите внятных объяснений тому, что вы там делали. Вы не пришьете нам это убийство. Мы тоже знаем о вас кое-что, мистер Просто Персифаль Перриот. Как вы посмели. Убирайтесь из моего дома. Давайте, вон. Решили, что можете шантажировать меня? Это мы еще посмотрим. Я звоню в полицию. Не обоображайте, что сможете остановить меня, как вы остановили бедного старину Хэральда Картелла. Старший инспектор, вы будете считать меня ужасным старым бездельником, я знаю. Но я чувствую, что есть кое-что, что я действительно должен сказать вам насчет прошлой ночи. Картелла. Делаю. Картелла. Картелла. Старший инспектор. Это мы говорили. Итак, о чём мы говорили? Спасибо, я никогда не кладу сахар. Хотя бы один раз. Это не... Это машина Трой. У вас есть дети, мисс Трой? Нет, нет. Я так и думала. Если бы были, вы бы понимали все сложности, опасности, каким душераздирающим безнадёжным делом это может быть, пытаться удержать их на стезе добродетели. На своём пути они встречают столько опасностей, столько искушений и внешних воздействий, особенно девушки. Они достигают определённого возраста, и вы знаете, что поднимает свою уродливую голову. Им докучают разные сплетники, всюду сующие свои носы. Они становятся жертвами подлецов. Каждый негодяй и бабник в округе принюхивается к ним. Мужчины водят девушку в искушение, лгут, плетут интриги, забивают ей голову фальшивыми обещаниями. Мужчины водят девушку в искушение, лгут, плетут в искушение, лгут, плетут, 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 плетут. Они мошенники и обманщики. Они не знают, что такое любовь. А мы, кто любит по-настоящему, кто знает, что это означает жертвенность и самопожертвование, кому приходится разгребать весь бардак, когда все заканчивается. Как можно с ними соперничать? Как можно удержать тех, кого мы любим? Как остановить мошенников и обманщиков, которые хотят их увезти? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отдайте мне это, Конни. Конни? Теперь это не имеет смысла. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как можно удержать? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никогда в жизни не встречал никого такого же чертовски упрямого, как ты. Я нашла Леонардо и крошку, не так ли? И доказательство того, что это они подписывали подделки Эндрю. Какого черта ты творишь, вмешиваясь в расследование убийства? Я не знала, что это расследование убийства. Что бы кто ни говорил, не имеет никакого значения. Ты вбиваешь в свою голову идею и перестаешь соображать. Ну, прости. Как ты можешь быть такой опрометчивой? Прости. Я говорил тебе держаться подальше от этого. Прости. Это все, что ты можешь сказать? Прости. Прости. Черт возьми, Трой, тебя могли убить. Прибыл транспорт за мисс Картл, сэр. Спасибо, братец. Спасибо, братец. Почему, мистер Олейн? Ее родной брат. Полагаю, не могла вынести мысль, что ее драгоценная крошка отправится в тюрьму. Печально. Ужасно. Нелепо. Жестокое безумие любви. Шекспир? Теннисон. Доброй ночи, братец. Доброй ночи, сэр. Озвучил по субтитрам Иноген 33 мая 2014 года. Перевод субтитров Кроликова М. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok